Продолжаем проходить, сталкер тень Чернобыля, мы сейчас находимся в подземельях НИИ Агропром, наблюдаем за интересной фосфорифицирующей жижей, которая может нас сильно обжечь, но в любом случае смотрится очень красиво. Спецэффекты здесь просто шикарные у некоторых аномалий. Так, даже спустя годы всё равно смотрится приятно, если, конечно, не смотреть в бинокль, потому как оно становится совсем уж размытым. Итак, мы продолжаем нагревать огромное количество ништячков, халявы и прочего, но при этом, как всегда, нам перекрывают проход всякие там люки, да, которые мы, разумеется, не способны сдвинуть своей силой недюжиной, которая позволяет нам таскать на себя груду снаряжения и так далее. Ну, впрочем, ладно, опять-таки, опять-таки, не мне придираться. Ну-ка. Кто-то даже поставил здесь всякие маленькие горелочки, до сих пор работающие, и кто же, интересно, это оставил здесь? Да ещё и огонь двухмерный, плоскенький. Ну, ладно, ничего страшного. Всё это играет атмосферу, конечно, хоть оно и смотрится нелогично, потому что всё ещё работает, но всё равно красиво. И здесь один человек где-то находится на карте. Ну, ладно. Опа! Ну-ка. Бенгальский огонь. Старый добрый кровосос. Эм, а где он? А, вот он встал, я вижу его. Чё встал, урод? Есть. Эм, и его тело тоже стало невидимым. А, вот он появился, блин, наконец-то. Чёрт. Несколько кровососов уже увидал. И у него домой не было... У него домой не было на себе вкусных... Вкусной челюсти, которую можно продать себе ещё за большие денежки. Вернее, не продать, а отдать по квесту. Ну-ка. Здесь есть морской ёж. Да, вот он мой красивенький морской ёжик. Отличный артефакт полезный. Так. Хорошо выводящий радиацию, но при этом автор мода почему-то и его тоже в два раза урезал. На кой хрен это делать, я вообще не понимаю, честно говоря. Какой в этом смысл-то? Ну, ладно. Теперь, по крайней мере, мы будем ещё и постоянно выводить из себя всякую грязь и дрянь. Так. Здесь, кажется, тайник находится в этом сундуке, поэтому здесь пока что пусто. Такс, 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 такс. Да, всё равно, даже спустя... Спустя много времени, мне нравится время от времени здесь пробегаться. Ещё раз. Изучать местность. Вау! Какой я крутой, однако. Замочил с одного выстрела его из пистолета. Хе-хе-хе. Так, да. И ставить новые рекорды по своей тупости. Разумеется. Как же без этого? Особенно, когда я забываю сохраниться, и мне приходится проходить по локации заново. Пол, в смысле, половину, да. Так, ещё минус один дебил. Ух ты! На карте он вроде бы не отображался, этот мужик. Может быть, у них есть какие-то средства, защищающие их от отображения на карте. Средства. Ну, блокировщики сигналов, фейли, если быть точнее, просто выключенные КПК. Потому что каждый сигнал на карте, это именно что КПК включенный. Так. Если бы все об этом знали, я бы, скорее всего, мало кого бы вообще мог, вообще мог на карте застукать. Так, с таким путём. Ну-ка. Да-да-да, все вот эти выверты, лежащие на дороге, они, разумеется, были изначально здесь. Вау, ещё лунный свет. Но, правда, это, скорее всего, тоже в оригинальной игре было. Просто я, опять же, забывал, что нужно приходить ночью в эти локации. Именно по ночам лежат все эти артефакты здесь. Днём их уже нет. Правда, я не знаю, респауниться ли они. Ой, ещё вспышечка. Красиво-то как? Эх. Так. Ой, аккуратно. Там ещё артефакты спаунились! Ни хрена себе! Ещё вспышка. Ещё вспышка. Так, ну-ка, аккуратно теперь. Ещё вспышка. Ещё вспышка. Ещё вспышка. Ещё... Вау, 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 вау. Ещё вспышка. Ещё вспышка. Ну, ни хрена себе. Нет, серьёзно, я сколько ни играл в эту игру, я ещё столько халявы в одном месте не видел ни разу. И мне это, конечно же, кажется нелогичным, потому что я здесь уже пробегал, здесь ничего такого не было. В чём логика? Ну, хрен с ним, ладно. Ещё куча бабла. Эх. Я, конечно, понимаю, что у меня так и так уже нет недостатка в деньгах, но поверьте, потом они в будущем мне пригодятся. Чтобы закупиться ещё большим количеством всякого хлама полезного, или не очень полезного, но, по крайней мере, того, что я бы хотел приобрести. Эх, красота. Ну-ка, там у нас уже выход, ещё куча вояк. Ага, так-то. Вот там-то и дело, расслабляться, расслабляться не надо. Вот, блин, извиняюсь, расслабляться не надо, пока ты не зачистил всю локацию, противники так и так будут переть на тебя. Совершенно неожиданно, потому что они такие вот иногда тихие и незаметные буквально. Что-то даже не заподозь, что кто-то здесь ползает, пока он не всадит тебе пулю в череп. Совершенно неожиданно. Там, кстати говоря, тоже сейчас ходят люди, сейчас не подойдут к этому месту. Нужно будет не забыть перемочить их, когда я вылезу из тайника стрелка. Да, этот тайник, наверное, самый очевидный тайник во всём мире. Ну, в самом деле, там сложные ящики, горка у этого входа в вентиляцию. И никто, разумеется, не замечает этого. Как и лестницы и всего прочего. Ладно, тайник стрелка. Огненный шар, как обычно, светится. Он иногда может провалиться сквозь текстуру и находиться где-то там в стенке или в ящике, или ещё где-нибудь, и светиться там в недосягаемости. Но в этот раз мне повезло больше. Так, скорострельный АКМ. Да, одна из лучших пушек в этой игре, которая, правда, тоже быстро изнашивалась, поэтому долго мне ей не удавалось попользоваться. Комбинезон сталкера наконец-то появился. Ну, в общем, живём мы хорошо. Так. Стрелок, у меня хреновые новости. Клык погиб, тебя не застал. Зря ты один к центру пошёл. Впрочем, дело хозяйское. У кого я где искать, тебя знаю. Призрак. Ладно. Один из их богатой компашки уже скопытился, и значит, у нас теперь остаётся меньше работы. Замочить всего лишь двоих. Призрака и стрелка. Где же только найти этих двух засранцев. Это тайна, покрытая мраком, как говорится. Так, а вот откуда здесь взялся псевдогигант, который только что топал ногами, я это прямо почувствовал. Это уже действительно тайна. Ну, впрочем, ладно. Наверное, кто-то из военных решил выпустить погулять свою собачку. Ну-ка. Всё, в тайнике стрелка больше делать нечего. Чё, нет никого? Так, а где псевдогигант-то вообще? Он же был здесь где-то. Только что же топал буквально своими ножищами. Ага. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Сваливаем. Кстати, интересно, он может сюда залезть или нет? Лучше бы я не спрашивал. Ура! Правда, мне бы на самом деле лучше взять дробовик как раз на этот случай. Дробовик, дробовик, дробовик. Где у меня там был дробовик? Дробовичок. Дробовичок. А, хлам, хлам, хлам. Много хлама, слишком много хлама. И не знаю, где дрейк. Блин. Стоп. Ну-ка. А, вот он где. А, ну всё. Сейчас нашпигуем дерьмецом. Эм. Где он там? Он меня уже потерять успел. Эй. Алё. Эй, куда пошёл? Собака, я должен на тебя охотиться. Или ты на меня, скотина? Ну да. Видимо, он на меня. Хе-хе-хе. Валим, валим, валим. Так. Есть. Блин, ну и страшная же у него моделька. Эти жуткие глазищи. Это пасть. Это аборда. Это модель, которая стоит на своих руках, вместо того, чтобы упасть и сдохнуть уже. Ой. Жесть. Так. И где там была моя пушка теперь? Кхе-хе-хе. Теперь нужно ещё найти. Среди всего этого хлама. АК-74С. Ну-ка. Эм. Абакан, абакан, абакан. Ну, нахрена было делать столько одинаковых моделек, а? Я же теперь запутаюсь здесь. Искать. Именно тот автомат, который был у меня. Да, вот. АК-78. Который из них, интересно, мой. Да, то, что наиболее целое, естественно. Фух. Ну всё. Эту проблему мы решили, конечно. Осталось отсюда потихонечку свалить. Кстати, из-за удара псевдогиганта по земле вещи провалятся сквозь текстуры, поэтому иногда можно потерять что-нибудь ценное. Например, РПГ, которая находится в лаборатории Х-18 и лежит на полу. Вот, вот, вот. Видите, о чём я говорю? Как раз вот так вот. Заходишь за угол и тут же тебе бац и в харю со всей дури стреляют. Просто мне повезло сейчас. Так. Так, стоп. Катакомба, ящик кровососа. Придётся вернуться сейчас. Ящик кровососа находится вон там. Так. В основном в зале. Отлично. Проблема в том, что я просто не могу прочитать описание к этим тайникам даже. К сожалению. Ну-ка. Потому что они находятся под землёй, на карте не отображаются в целом. Челюсть кровососа. Отлично. Теперь смог выполнить задание у Сидоровича. И ещё одна вспышка. Как будто у меня их так мало. Вот другое дело. Теперь живём. Чем больше квестовых предметов, тем больше выполненных квестов, больше полученных наград и больше контента, записанного в этом летсплейчике, так сказать. Ну ладно. Чё. Сваливаем теперь. Четыре человека меня там ожидают. И тут тоже одно из таких интересных мест, где они начинают тупить, орать, стрелять себе под ноги, смотреть вниз, страшно дышать испуганно и так далее. Мда. Минус один, минус два, минус три. Всё что ли? Ну ладно. Мда. Вот так-то. Нет, я знал, конечно, что там есть ещё один. Просто я думал, что он находится дальше по коридору. Но нет, я ошибся, как всегда. Такс. В том-то и дело. Нельзя доверять... Нельзя доверять никому. Даже себе. Такс. Мне кажется, я слышал только что чьё-то дыхание там. Хм. Ну-ка. А, нет, никого здесь больше нету. В этой местности. Интересно, что это за жижа такая повытикала здесь из труб? Или это и была труба, просто она стала раз такой вот... Растаившей. Хм. При этом всё это... Месиво твёрдое, как камень. Ну-ка. Ага, аптечка. Не зря полез сюда, вот этот тупичок. Хм. Ой, блин. Ну всё, ребят, капец. Прощайте. Я теперь упал в канистру и буду теперь всегда здесь... ...жариться. Да, потому что, к сожалению, наши авторы игры даже не позволили выходить из ситуации в таких случаях. Так что теперь я обрёщён помереть здесь с голоду. Ну и ладно. Будем сидеть. Эм. Бухать бухлишко. Ура! Выжать всего так в одно горло. Красотища. Правда, меня не так уж и сильно укачивает. Ну да и ладно. Может, всё-нибудь ещё интересное сделать. Например, там, покидать гранаты под себя или типа того. Ура! Птыщ! Вы видели, вы видели, да? Я почти что сумел выскочить из этой канистры. Меня там выбросило. Я даже успел зацепиться рукой за край канистры. Но, к сожалению, нет. Не судьба была мне спастись в этот раз. Ну да и ладно. Так. Мне, в принципе, не привыкать к подобным неприятностям. Такс. Естественно, если сильно тупить, можно провалиться куда угодно. Здесь больше ничего нет интересного. Ладно, валим отсюда. Тут есть ещё один подъём, по которому, разумеется, не подняться, потому что лестница кем-то так красиво, причудливо изогнута. Кто-то же постарался. Так. У кого-то же подгорело настолько сильно, чтобы он так измял лестницу зачем-то. Ну и ладно. Фиг с вами. Так. Главное ещё раз туда не упасть. Это же самое место. Опа! А здесь ещё один тайник, смотрите-ка. И тоже пустой, естественно. Потому что нужно его подобрать, чтобы он сработал. Ладно. Пора сваивать. Или нет. Или да. Рука контролёра. А то равная конечность контролёра. По всей видимости, его рука даже без тела является огромным источником пси-излучения. А разве источником пси-излучения не должен быть мозг, а не рука? Интересно, это рука левая или правая? Судя по модельке, это рука средняя какая-то у него. Потому что на модельке, естественно, не отображаются и такие изменения, как отрывание конечности. Ух ты, нифига себе. Из маленького кейса выпал здоровенный ящик. Ну, это же логика, не так ли? Ой, блин. Каждый раз смотрю и поражаюсь подобным вещам. Ну что ж, ладно. Кажется, здесь нам больше делать нечего. Стоп. Какой-то порно-журнал здесь валяется. Это The Sex and Music Issue. Ммм, да. Ладно, хрен с ним. Кто-то из вояк, видимо, обронил здесь. Или, может быть, это контролера собственность была. Может быть, контролер это и есть, модель с этой обложки журнала. Впрочем, ладно, лучше мне этого не знать. Всё. Пора зачищать теперь базу. Более серьёзная пострелушка, в которой можно, опять-таки, словить легко пулю ртом. Как Эйс Вентура. Только не выжить, а сдохнуть в мучениях. Или без них. Так. Полетел. Противник от слова противный, наверное, да? Мне, кстати, интересно, откуда было придумано это слово? Действительно, как будто от слова противный. Так. Тогда это всё объясняет, конечно. Ну ладно. Hello. Сразу три трупа. Отлично. Ура. Ура. Ещё раз. Никого, видимо, не заделал, но ладно. Всё равно красивые, пафостые взрывы. Ну, не очень красивые, конечно, но всё равно приятные глазу. Взрывы всегда меня радуют. Так или иначе. Даже если они слабо прорисованы. Ну-ка. Извиняюсь. Ещё раз за кашель. Стреляя сквозь стены, эти идиоты, блин. Хе-хе. Так. Ладно. Блин. Надо отучаться от этого безумно глупого и грязного слова. Ладно. Нет, не ладно, а прохладно. Блин. Что они такие косорылые? Могут у меня буквально в упор попасть. Идут на меня сзади и не попадают никак. Так. Там на вышке был военный. Да, я его завалил, кажется. Отлично. Снова это дыхание. Бегают бедняжки, запыхались аж от удивления. Один только я уже привык ко всему этому. И абсолютно не впечатляюсь всеми этими картинами. Ну-ка, кевларовая пластина. Ну-ка, а моделька у неё какая там, интересно? Моделька какой-то запчасти. Интересно. Кевларовая пластина это артефакт, который повышает только броню. И больше ничего. Уникальный артефакт от автора Сидерус. Мод. Плюс семь пулестойкости. Ну и нахрена оно мне нужно? У меня уже есть бабушкины бусы по две штуки. Каждая из них даёт плюс десять пулестойкости. Ещё и к разрыву защиты, то есть к атакам монстров. Да уж. Да, это очень сильно мне поможет. Ну ладно. О, ещё один сундук. Там тоже тайник, который пока что закрыт для меня. Ну чё, кто где ещё там есть? Три человека осталось, что-то маловато. Ну да ладно. Кстати, да, насколько я помню, там ещё в зависимости от того, какое время суток, день или ночь, обозначает сколько здесь солдатиков находится одновременно. Или же нет. Или это влияет только на то, будут ли они патрулировать, разгуливать туда-сюда или нет. Или они спят в казармах в это время суток. Ну, в общем, главное... Главное, чтобы я никого позади себя не оставил. Такс. Всех убью один, останусь. Как обычно, моя стандартная методика прохождения любой подобной игры, как Сталкер Тень Чернобыля и любой другой шутер первого лица. О, сейф пустой опять-таки. Блин, как мне бесит все эти пустые сейфы и прочее. Ноутбук. Вау, круто. Интересно, зачем он здесь валяется на полу? Судя по всему, каких-то секретных данных там точно нет. Иначе бы он был более ценный. Так. Ага. Вижу, вижу. Да, причем, как ни странно, это действительно закрытые двери, через которые НПС не могут пройти. Они просто стоят и стреляют сквозь дверь, пытаются от меня попасть. Мда. Потому что автору года захотелось сопереть зачем-то всю эту локацию. Так. Черт рассказать. Всю эту локацию чего я несу. Так. Неважно. Ну-ка, ну-ка. Ага, вижу тело. Тело раз. Тело два. Тело три. Все пока что? Или еще нет? Там вот тоже есть вояки. Ну да, ладно, пока что их трогать не стану. На всякий случай. В чистом небе здесь находится база долга. И обустроена она уже гораздо лучше. Получается, что долговцы, когда уходили с базы, все с собой поутащили, поразворовали. Или же это военные, как обычно, своим армейским способом профукали все возможное. Так. Кстати, это не объясняет, почему база сталкеров на кордоне превратилась из богатого и укрепленного сооружения в какую-то вонючую обдрипанную ферму из двух коробок бетонных. На которых ничего нет. Да уж. Оно и понятно, что авторы не планировали чистое небо на момент разработки Теней Чернобыля. Но все-таки это их не оправдывает, мне кажется. Ну-ка, что еще тут есть вкусного? Мне нужно найти ключ от этих дверей. Иначе я не смогу подняться наверх и забрать документы, если я не получу ключик. Такс. Но где его искать, это еще тоже нужно вспомнить. К сожалению, у меня с этим плоховато. Расспросить дезертира о коде. Ага, вот как. Дезертира это того самого солдатика одинокого. Ну, по крайней мере, это объясняет, как нам нужно попасть наверх. Такс. Странно только, что я знаю о дезертире, хотя я его ни разу не видел вообще в глаза. Откуда я знаю, что там есть какой-то дезертир, который знает код? Черт его знает. Так. Неважно, фиг с ним. Придется сбегать все-таки на болота на северные. Я-то думал, что я все-таки сначала здесь исследую все до конца. Но нет, увы. Придется смотаться назад. Здесь, кажется, тоже есть солдатики. Тут же блокпост вроде как. Нет. Нет. Никого нету. Ну, возможно, потому что я пришел ночью, опять-таки. Я обычно же днем играюсь. Ага, кто-то там в одиночку ходит и патрулирует, как полный идиот. Ну, молодец, что ж. Так, служу отечеству и так далее. И падаю гордо, забрав ногу, как настоящий джентльмен. Так. Ага. Так-то вот. Видите, какие они подлые, однако, эти сволочи. Они не ходят по одному, ходят парой. Причем это был необычный солдатик, уже спецназовец какой-то. Странно. Но вообще интересная идея, да. Один солдатик идет по дороге, а второй его прикрывает из кустов. Это действительно хорошая стратегия. Так. О, и фига себе там светятся, как эти плоти. Жесть. Ну, ладненько. Я тут хочу найти редкие артефактики. Тут где-то лежит батарейка. По крайней мере, в оригинальной игре, если автор ее тут не заменил ни на что. А то я уже, к сожалению, не помню. Да, она кажется где-то там находится. В воду лучше не лезть. Скорее всего, она радиоактивная тоже, судя по тому, как трещит мой счетчик Гейгера. Так. Не стреляй, братишка! А скажи какую-нибудь историю. Ты служил на военном комплексе? Нет, с военными я не в союзе. Да. Странно это слышать от рядового. Хоть он в группировке сталкер. Ну, ладно. Я знаю, шифры таможни, так сказать, могу продолжить. Значит, есть ты на первом этаже один из кодов. И я этот код помню. Код 7820. Сейчас запишу себе 78204189. Отлично, все. Этот код запомним. Что делаешь? От кого прячешься? Да, 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 да. Всю эту информацию у него стоило спросить до того, как он, в общем-то... До того, как я полез в подземелье, короче говоря. Бронекостюм Берилл здесь валяется. А вот ни хрена себе. Этот мужик ходит в каком-то вонючем рядовом обычном костюмчике. Тогда тут лежит хорошая броня спецназовцев. Но его, естественно, это не интересует. Как почему и меня. Это всего лишь еще небольшая копейка мне в прибавку. Черт. Вот ни хрена себе. Там быстро растет уровень радиации. У меня в крови, так сказать. Черт. Все ради батарейки. Отлично. Батарейка есть. Ну, походу, да. Автору показалось, что это очень интересно. Так вот. Сделать такое радиоактивное болото. Хотя в оригинале авторы почему-то не удосужились. Эм. Допустить такую логическую... Эм. Как это назвать? Правдоподобность, что ли? Так. Естественно, в зоне отчуждения все будет радиоактивным. И деревья, и кусты, и трава. Но и с другой стороны прошло уже довольно много лет. Хотя они достаточно много вроде как. Тьфу ты. Так. Ладно, лучше остановиться, пока я не начал нести еще больше бреда. Здесь стоят обычные сталкеры, ничего не делают. Ну, благо, что теперь улетел вертолет, и я могу спокойно заниматься обыском территории. Ммм... Ммм... Да уж. Я бы, конечно, с удовольствием включил бы себе дневное время сейчас. Но, увы. Для этого нужно ставить сторонний мод. Собаку уже почти что укусило меня, но, к счастью, я пристрелил одну из его товарищей чуть раньше. А в одиночку собаки не атакуют в этой игре. Всегда стремятся... Стремятся куда-нибудь чимиться подальше. Такс. Здесь, в целом, довольно много артефактов обычно лежит. Стоп, что? Телепорт? Кого-то телепортуло здесь сейчас только что. Вот, ни хрена себе. Надо быть аккуратнее. Если меня сейчас тоже телепортнет куда-то далеко-далеко, мне придется возвращаться, чтобы собрать ништяки все равно. Так что, ладно, фиг с ним. Так. Опа. Ух ты, что это такое, интересно? Это особенный артефакт какой-то. Железный цветок. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что за халява такая? Пулестойкость плюс 12. Ну, в принципе, не так уж и много. Так. Флешка стрелка, флешка кузнецова. Магматический камень. Вау. Какая классная вещь. Так. Так, ну хорошо. Чем больше шмота, тем больше у меня будет денег в итоге. Я не хочу выпускать ничего. Это что у нас? Какая-то особенная медуза. Бактерия называется. Артефакт. Пулестойкость плюс 8. Ну, понятно, то же самое, что и этот железный цветок. Так. Автор мода, видимо, просто пододелал улучшенные версии обычных артефактов. Опять-таки, фиг помню, зачем он это сделал. Так. Для прикола, судя по всему. Ну-ка. Там еще артефакты лежат. Один артефакт. Я не хочу пускать ни одной копеечки. Просто на всякий случай. Кстати, да. Собачка надо тоже перемочить. Чтобы нарвать с них хвостиков. Накрутить хвосты, так сказать. Так. Раз, два и три. Вот, неплохо. Столько халявы сразу же. Куча хвостиков. Так. Так, я вижу еще один артефакт. Но там, к сожалению, психическая аномалия, которая, скорее всего, опять меня порвет на куски. А, хотя стоп, я же могу его отстрелить. Так. Как хорошо работать с такими артефактами, которые не валяются на земле, а висят в воздухе. Их можно как раз-таки легко передвинуть таким нехитрым путем. А вот с такими, которые просто лежат, уже так не получится. Будет сложновато. Ну-ка. Нет, с телепорта, конечно, спрыгну потом, попозже немного. Сначала здесь пробегусь, просто поисследую, и все. Так, еще одна бактерия, да? Да, еще одна. Ничего особенно интересного. Я уже даже жрать успел захотеть за это время. Ну да ладно. Хоть спасибо, что автор не стал вводить этот идиотский сон. Который просто раздражает своей навязчивостью в некоторых модах отдельных. Так. В конце концов, поспать я в реальности успею. А в игре мне хочется пострелять, потому что этого в реальности я сделать не могу. Такие дела. Так, здесь у нас уже выход с локации, делать больше вроде как нечего. Собаки, собаки, собаки мне все неинтересны. Ладно, пойду и звучу телепорт, короче говоря. Напоследок, перед концом серии. Эх, время так летит каждый раз, однако. Только, казалось бы, начал играть, и вот уже пролетело столько времени. Так. Что хватило бы на то, чтобы сварить себе хороший обед. Но я слишком ленивый для этого. По крайней мере сейчас. Пока у меня еще есть выбор. Так, телепорт, вот он находится. Ну. Фух, перекрестившись. Опа. Я оказался снова на базе военных. Хм. Видимо, это специально сделано, чтобы я туда не бежал пешком. Еще раз. Так. Кхе-кхе-кхе. Даже не знаю, сейчас придется возвращаться тогда. Или уже фиг с ним. Ладно. Хотя бы бежать не придется обратно. Еще разок. Ну-ка, ребята. Сейчас ведем свой длинный шифр. Ага. Вот и глава базы подъехал. Так. Ладно. Какой там у нас код? 7-8-2-0-4-6-9-8-7-1-2-3-4. Нет? Не сработало? А еще раз. 7-8-2-0-1-4-5. Нет. Не сработало. Странно. Может быть этот код от другой двери? А, кстати говоря, да. Точно. Дверь же подсвечена. Так. 7-8-2-0-1-3-4-5-6-7-9. Сработало. А на какой хрен делать два отдельных кода от одной и той же двери? И что это за поза вообще такая? Ну кто в такой позе помирает? Ё-моё. Это ж позорище. Потом, потомкам покажешь, они просто зазмьют тебя. Идиота. Так. Ну ладно. Когда же я что-то чуть-чуть от этого слова долбаного. Где-то еще один солдат остался. Который наверняка ждет возможности меня подстрелить подло в спину. Из-за угла. Так, как обычно это делаю я. Но увы. Так, еще один тайник, который не работает. Нет, ну серьезно. Какой смысл вообще городить два отдельных кода, если все равно я могу просто обойти и попасть сюда снова? Так или иначе. Так. Вот еще ништяки. 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 Так. И это у нас лейтенант Кривохацкий. Надо ничего интересного у него нету. Тоже всякий уникальный шмот есть у каждого так подобного персонажа. Но опять-таки в большей части это просто прогрыженная обычная хренотень. У которой нет никаких особых свойств. Или же просто читерские характеристики. Ага, вижу, вижу, вижу. Сволочь такая. Есть. А, то есть это не был командир, что ли, там внизу? Понятно теперь. Ну ладно. С командиром все-таки справился в итоге. Кого-то уже аномалия разорвало там с той стороны. Блин. Теперь я не смогу с этого трупа собрать вещи, которые там разорвало. О. Кстати, да, я же могу уже давно навесить подствольник на свой автомат. Почему бы этого не сделать? Уже и гранаты подъехали. Так. И зачем мне нужно было делать такой здоровенный отдельный подствольник с такой моделькой идиотской? Странно. Так, ну ладно. Блин. Хватит. Хватит. Больше ни разу не должен произнести, произнести, ладно. С пистолетом. Ну естественно, у командира не должно быть никакого хорошего оружия. Кроме очередного идиотского ила. Совершенно нелогичного здесь. Выслышали. Я сообщил тебе бармену. Он должен договориться с долговцами, чтобы тебя пропустили. Так что ноги в руки и к нему. Ну-ка. Секреты, 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 секреты. Секрет номер один. В начале игры, после выхода из подвала, свернуть налево и запрыгнуть на трактор. А с трактора на крышу дома. Потом с крыши пробраться на чердак этого же дома и там разбить ящик. Это мне сейчас рассказали секрет про добычу этого комбинезона наемника, который сейчас у меня есть что ли. Да, это конечно очень логично и очень сильно мне поможет в прохождении. Спасибо автору, что так своевременно даешь такие секреты. Да. Ага. И здесь требуется еще один код, который я к сожалению не знаю. Понятное дело, что старый код не подойдет здесь. Там находятся ништяки, вон их отсюда видно. Ништяки, там тоже какое-нибудь оружие имеется наверняка и так далее. Эх блин. И все это нужно еще где-то искать. Все эти вкусности. Но не в этот раз конечно же. Я пока что не знаю где искать все эти коды точно. Или же с кого их снять. Или мне нужны не коды, а ключи и так далее. Тьфу ты. Ладно, пока я не начал себя запутывать, нужно немножко отдохнуть. Вот еще один тайник нерабочий. Вообще почему-то тайников в этом месте так мало. Все тайники на севере собрались. Они ведь и здесь тоже есть. Ну да и ладно, черт с ним. Тут есть вещи, там есть вещи, здесь в углу есть куча артефактов и всего прочего, что я собираюсь разумеется попробовать собрать. Но ничего, небольшая передышка и мы это все постараемся сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok